Каждый четверг в 2 часа дня в библиотеке на улице Чайковского Центр медицинской профилактики Сочи проводит занятия школы здоровья. Стать участником может каждый вне зависимости от возраста и совершенно бесплатно. Здесь проводятся лекции на разные темы, касающиеся профилактики неинфекционных заболеваний. Это психосоматика, это психоэмоциональные нарушения. Есть школа пациентов с сахарным диабетом, есть школа ишемической болезни сердца, бронхиальной астмой пациентов. То есть можно прийти, получить определенные знания у докторов и помогать себе, чтобы не было обострений, либо профилактика, кого интересует. Сегодня тема лекции – профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, болезни системы кровообращения – основная причина преждевременной смерти человека и самая распространенная в мире. Больше половины инфарктов и инсультов обусловлено гипертонией. При этом, как показывает статистика, болезни сердца можно предотвратить, занимаясь первичной профилактикой. Это недорого и несложно, говорит главный кардиолог Сочи. Главное – знать, как правильно выполнять рекомендации. Их немного. Основных принципов профилактики – 10. Самое первое – это контроль артериального давления. Это основной фактор сердечно-сосудистого риска. В России больше 40% гипертоников старше 25 лет. То есть практически каждый второй. Вторая ступень – это контроль холестерина. У каждого второго пациента с той же гипертонией и избыточный уровень холестерина, который нужно корректировать, снижать. Но в России всего лишь 3% пациентов, которым нужно, занимаются снижением уровня холестерина. Также в целях профилактики кардиологи рекомендуют обратить внимание на свое питание, исключить из рациона красное мясо, мучные и сладкие продукты, отдать предпочтение рыбе, индейке, курице, овощам и фруктам, уделять 30 минут в день интенсивным прогулкам на свежем воздухе, отказаться от алкоголя и курения, контролировать свой вес и регулярно принимать лекарства, если они рекомендованы лечащим врачом. Отмечу, что в Сочи количество людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, выше, чем в среднем по Краснодарскому краю.